Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Хотел постримить, но в итоге будет быстрый видос, потому что интернет говно. Смотрите, ну что, мы с вами вчера-позавчера еще отметили вот эти сильные продажи по ТРДРу, по нашему любимому скринеру, ссылка на который в описании. И как вы можете видеть, пока мы выше не ушли. То есть мы обозначили с вами коридор средних значений, очередной, новый, скажем так, по вот этим сильным продажам, которые мы видим на сумме спотовых стаканов всех бирж, и сильным покупкам последних, которые были вот здесь. Ну, также у нас были вот здесь, но не очень сильные покупки по 40,5. Соответственно, коридор 44500, 36500 все еще в силе, и на мой взгляд, наиболее вероятно, мы будем тусоваться где-то в нем. Сильных коррекций я не жду, но рынку плевать на мои ожидания, он может дать на самом деле и сильную коррекцию. Он может дать и сильную палку вверх сейчас с выносом шортистов, чтобы вы тут поверили в To The Moon, а потом дамп, короче, туда-обратно, как минимум вот сюда, а то и вот сюда. Вот и все, что я сейчас вам хотел сказать в целом, что нужно опасаться такого сценария, если вы в лонгах без стопов. Поэтому что тут скажешь? Конечно, все пока прет наверх. И да, но, кстати, Candle Wave 4-часовик уже нам сказал sell тоже, что подтверждает допустимость, вероятность, да и даже я бы сказал наибольшую вероятность этой коррекции. Хотя, опять же, посмотрите, сколько здесь было ложных сигналов sell. Ну, как ложных, они отрабатывали, но не то чтобы очень сильно, то есть цена все равно шла наверх. Поэтому не забывайте, что у нас с вами все еще очень-очень недооцененные значения глобально, то есть, посмотрите, мы вообще ниже логарифмического канала падали, и вот только-только сейчас выбиваемся обратно в зону накопления. То есть, в долгу, опять же, как инвестор, я думаю, что тут не о чем беспокоиться, и все вот эти вот краткосрочные каракули, которые мы рисуем, это все ничто перед бычьим рынком, ребята. И это, конечно, самая главная мысль, которую я должен до вас донести. И реально, если вы посмотрите, у нас тут только начинаются плотные недельные зеленые свечи, только развернулась AMA Ribbon в бычью сторону, только начинаются вот эти вот пузырики на Market Order Bubbles, но если вы посмотрите на бычки, они достаточно долго идут. И RSI тоже только-только выходит в зону перегретости, в которой обычно он достаточно долго, посмотрите, когда он только туда выходит, как он долго может там находиться. Да, естественно, с какими-то спусками, но, тем не менее, я не думаю, что вот прямо сейчас, ребята, бычий рынок окончен. Это практически невозможно, что так. Поэтому, скорее всего, будет и перехай, и все, что нужно. Поэтому, ребятушки, если вы пересидели всю Медвежку и затаривались альтами, то, мои поздравления, вы, скорее всего, сделали все правильно. Теперь осталось время только подождать. Потому что те, кто говорят, ну и где ваш альт-сезон, они просто не видят, что происходит, походу. Смотрите, Wemix какой-то. Wemix выбился на 600%. Что это? Руны. Тут недавно был ваш любимый этот, где он? NFT биткоина. Что-то его тут уже нету ни хрена. Сдули его, что ли? Охренеть. Куда он делся-то? Давайте глянем, что с щитками, и будем разбегаться. Значит, я продолжаю держать остатки своих позиций в лонг. По эфиру, вот у меня смешная позиция на 3000 контрактов на один эфир, потому что я вывел тело депозита. Тем не менее, я все равно ее подпер стопом и взял тут большое плечо какое-то, 12-е. Можно и побольше будет взять. Вот. Что еще хочу сказать? Эфир Классик полетел. Хочу отметить, что Эфир Классик локально полетел. И я, как назло, разгрузил половину. У меня риск-менеджмент мне не позволял стоять на всю котлету. Я разгрузил половину, и он полетел без меня. Вот. Ну, я, собственно, догрузил. Верю в Тузумун Эфира Классика, потому что, если уж что и имеет ценность в плане Proof of Work алгоритма среди эфиров, так это эфир Классик, ребята, а не эфир вот этот, который Эфириум. И он все еще, если мы отдаляемся, мы увидим, что он все еще очень глобально-то недооценен на самом деле. Как и Dash. Кто там говорит, что про Dash ни слова? Скажите спасибо, что я уже ни слова, потому что он еще бы падал еще сильнее. Я молчу, тихонько добираю, держу. И уже, кстати, срубил несколько тысяч долларов с того момента, как мы развернулись со дна на Dash, ребята. Поэтому от своих слов не отказываюсь, от плана не отступаю. Естественно, накапливаю все свои любимые монеты и держу. А вы что думали, я их продаю, что ли, внизу? Ну, просто реально, еще раз вам говорю, нужно отдаляться и понимать, что глобально вы сейчас все хотите продавать, фиксировать прибыль и шортить на дне медвежьего рынка. То есть, перед началом бычьего. Поэтому, да, что тут скажешь? С дисклеймером, с молитвой. Вот. Лайткоин, кстати, тоже вот начал что-то шевелиться. Да я вам так скажу, что все альты полетят просто, будьте здрасте. Кроме тех, конечно, которые выдали уже миллиарды иксов. Орди, вспомнил. Где этот ваш Орди? Его что-то и не видно ни хрена. Ооо, а вот Орди, как я и говорил, в шорт пошел. Но все равно опасно, понимаете? Бычий рынок опасно. Опасно. Да, скорее всего, сдует этот хайп. Но подпирайтесь стопами, короче, если шортите. Потому что обычный рынок могут вынести всех нахрен. Друзья мои, все ссылочки в описании. Лучшие биржи, проверенные кошелечки. P2P-обменнички, что самое главное. P2P-обменнички замечательные, чтобы выводить и выводить крипту. Ну и помните, что в долгую мы здесь с вами не за краткосрочными спекуляциями. Это уж точно в долгую мы накапливаем BTC, поскольку это реально единственный нормальный, единственный заслуживающий того, чтобы вы накапливали цифровой актив, друзья. Потому что, конечно же, есть еще золото, которое тоже бьет all-time high. И есть биткоин, который еще, кстати, не бьет all-time high. Обратите внимание. Короче, да, в долгую, ребята, накапливайте битки, потому что это самый, что ни на есть, защитный актив. А с щитками спекулируйте, но не забудьте, что они нам нужны только для того, чтобы выйти в биток. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, стопы, теки. Всем профитроли. Дисклеймер, не финансовый совет. И все ссылочки в описании. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok